А теперь, кроме сгибателей и разгибателей, какие еще у нас мышцы? Вот обратите внимание, вот сейчас я сгибаю или разгибаю? Нет. Ни то, ни другое. Знаете, что я не делаю никаких движений? Нет. Как назвать эти движения? Счастливые. Вот. На медицинском и биологическом языке эти движения будут называться странными какими словами. Хотя одно производное, вы знаете, будет называться пронация и супинация. Если у человека плоскостопия, что ему вкладывают в ботинок? Супинатор. Пластинка, которая называется супинатор. Так вот, какое движение называется пронация, а какое супинация? Я как в свое время запоминал. Вот я держу руку вот так. Плоско. Ага, на ложку похоже? Да. Да. Суп есть можно? Можно. Можно. Вот этот разворот руки, вот этот, супинация, а вот этот разворот обратно пронация. Итак, вот это движение супинация, вот это движение пронация. Вопрос. Как должны идти мышцы пронатора и супинатора? Вот как? Ну, понятно, что не в ноге, а там не в кофе, а именно в руке. Именно так. Они в спирене подходят предплечье. Так и вот так. При сокращении они будут вызывать вращение предплеча, относительно плеча. Надо сказать, что совершенно так же устроены голени у нас с вами. Стопа очень так же может пронировать или супинировать. Ну, вот смотрите, милая лапа, вот это движение, какое я встал на внешней кромке стопы. Это у меня стопы пронированные или супинированные? Нет, супинированные. Конечно, супинированные. А вот это на внутренних кромках. А вот это пронированные. То есть, на самом деле, есть вот эти мышцы вращения. Ну и, наконец, есть кольцевые мышцы замыкателя. Мышечное кольцо. Если эта мышца сократилась, что с внутренним диаметом кольца? Уменьшился. Доказайтесь, для чего используются такие мышцы? Вращения для глотарных. Во-первых, отличная идея, но это уже не случайно скелетная. Другой тип мускулатуры – главные мышцы. У внутренних органов мышцы устроены к другому. Но, действительно, кольца из таких мышц стоят вдоль в пищеварительной трубке. Вот давайте посмотрим. Задачка у нас будет вот какая. Я взял и шланг из мягкой резинки, положил на другую руку. Шланг длинный, поэтому я вот так вот изгиб на него положил. Держи. Теперь, я даю вам шарик, допустим, стальной шарик, диаметр которого чуть больше внутреннего диаметра шланга. Задачка. Протолкнуть шарик сквозь шланг, не отрывая шланг от стола. Запрещено поднимать шланг. Как вы будете решать задачку? Протолкнуть. Протолкнуть. А как же? Протолкнуть. Нажимать на участок, который уже шариком тройт. Это понятно? И как вы его так вот посините? Нет, вы не имеете права. Нет. Вот я имею в виду вот уже и вот протолкнуть его вот так. Вот именно так. То есть обжимает диаметр этого шланга на том участке, в который шарик уже прошел. Будет возникать сила, которая будет толкать шарик все дальше. Вот такие движения сосуда, любого сосуда, любой другой. Задача которых проталкивать внутреннее содержимое. Кто знает, как называются в биологии такие движения? Перистальтические. Перистальтические движения. У нас с вами перистальтика максимально характерна для пищеварительной системы. Ну а у некоторых животных за счет перистальтики, допустим, проталкивается кровь по кровеносным сосудам. Ведь это же насос. Если длинный кровеносный сосуд начинает вот так, местами замажется, он кровь будет проталкивать? Да. А если он будет? Слабенький насос, плохой насос, но уходящий черный, допустим. У ланцы, самая примитивная кровь. Вот у них перистальтирующиеся. А есть еще такие мышцы, которые тоже пользуются, но их задачка совершенно другая. Не проталкивать содержимое потешечества. А другая. Скажите, пожалуйста, ваши почки мочу образуют постоянно или время от времени? Ага. Ну хорошо, почка образует мочу постоянно, и она так постоянно потихоньку капает у вас, выходя на улицу. Или как иначе. Она собирается в емкость. Ага. Не, у нас иначе. Она собирается в емкость, где накапливается. А потом время от времени вы большую порцию ее выгоняете на улицу. Вопрос. Если вы ее выгоняете на улицу из мочевого пузыря, значит, какое-то мочеиспускательное отверстие-то есть все-таки? А иначе как вы будете от мочи избавляться? Есть, конечно, мочеиспускательное отверстие. Теперь смотрим. Задача превращается в такую заметную. У вас есть некоторая емкость, из которой ведет трубка на улицу. Вы в эту емкость все время заливаете все новые курсы жидкости. Вопрос. А почему эта жидкость все время не капает отсюда? Дырка-то есть? Дырка-то. Чем сжаты? Ну, мышечные. Как раз мышечные пульсы. Пошевелите, пожалуйста, большим пальцем правой ноги. Удалось? Да. Да, вы точно знаете, вы чувствуете, что он шевелится, все нормально. И можете это сделать по собственному желанию. Отлично. Пошевелите, пожалуйста, переднюю третью подвздошной кишки. И все, ребят, дальше проблема. Может быть, она у вас и шевелится, но вы про это знаете или нет? Конечно. Нет. Конечно, она сейчас отшевелится. Дело в том, что движения внутренних органов принципиально не осознаются. Эти движения не доходят до нашего сознания. Регулировочка внутренних органов ведется на основе рефлекторных программ. Неосознавание. И для этих программ существует вполне обоснованный запрет к осознаванию. Мы, наше сознание, не имея права вмешиваться в работу внутренних органов. И слава Богу. Вот просто слава Богу. Представьте себе на секунду человека, который сознательно управляет работой внутренних органов. Справа ли все, что у него в мозгах происходит, все, что у него в сознании происходит, в тысячу раз ускорили. И смотрим, какие задачки решает сознание этого человека. Сокращаем правый желудочек, открываем створчатый клапан, расширяем аорту, держим анальный спинктер. Выделяем регулирующий гормон поджелудочной железы, сокращаем левый желудочек, открываем клапан, держим уритральный спинктер. Сокращаем левое сердце, закрываем створчатый клапан, держим анальный спинктер. Ребята, если на одну секунду такой человек отвлечется от этого бесконечного потока, что с ним происходит? Я умрял. Не, ну кроме того, что у него сразу открылись все сфинктеры, так это очевидно, сфинктеры как раз мышцы замыкательные вот эти. У него встало сердце, ну, я говорю, люблю, опыт кончился, встало дыхание, вы забыли вдохнуть, и все не вдохнулось. У него встала работа пищеварительная система, встала работа почек. Кроме всего прочего, скажите, пожалуйста, если сознание загружено этими программами, то хватит ли у него времени заниматься еще какими-нибудь задачками? Допустим, мышление. Нет. Нет, конечно, некогда. Это спадать в них. Некогда. Вдыхаем-то мы, выдыхать-то мы уже мы сами. Гол, гол. Ну, по идее, мы вдыхаем и вдыхаем сознательно, и что мы можем как бы сделать, мы же все равно. Да, да, да. Вот мы сейчас как раз об этом поговорим. Зачем это надо? Сейчас мы поговорим, зачем это надо. Вот это, наверное, имеет смысл записать. В теле человека, так же, как и в теле большинства животных, несколько разных типов мышц, которые имеют разные центры регулирования в нервной системе. Как правило, выделяют три типа мышц. Первый тип называется скелетная поперечно-полосатая. Вот они здесь нарисованы. Скелетная поперечно-полосатая. У них какая задачка? Перемещать тело в пространство. То есть из их работы складывается то, что мы называем поведением. Все движения во внешнем мире. Что бы вы ни делали, это как раз работа ваших скелетных поперечно-полосатых мышц. Что не полосатых? А мы только что разбирали, откуда полосатых. Второй тип мышц. Гладкие мышцы. Гладкие мышцы образуют слои во внутренних органах. Гладкая мускулатура коженосных сосудов. Гладкая мускулатура стенки желудка. Гладкая мускулатура кишечника. И так далее, и так далее. Какой внутренний орган ни возьми, если в нем есть мышцы, то это гладкая мускулатура. Управляются гладкие мышцы совершенно не из тех центров, откуда скелетная. И эти центры никак не связаны с центрами осознания. Поэтому сознательно управлять работой гладких мышц нельзя. И еще третий тип мышц, которые есть только в одном единственном органе. Сердечная мышца. Мышца сердца. Меокарт. Достаточно здорово отличается по своему устранению от всех остальных типов мышц. Меокарты. Осознанно управлять можно только работой скелетной мускулатуры. И сердечная мышца, и гладкая мускулатура управляются только рефлекторами. Сознательная программа осуществляется. Теперь разбираемся с двумя примерами, которые я вас приведу. Во-первых, кроме рефлекторного вдоха-выдоха, мы еще можем с вами делать вполне осознанный вдох-выдох. Согласны? Можете вы все задержать дыхание. Можете вы все сделать, особенно глубокий вдох. А при этом, если вы не думаете, не отдаете приказ на дыхательное движение сознательное, у вас что, дыхательное движение останавливается? Нет. А это значит, что программа управления сдублирована. Есть главная ведущая рефлекторная программа, но к сознанию разрешено вмешиваться и регулировать работу этой церкви. А сознание какой из них приоритет? Приоритет, конечно, всегда в рефлекторном. Проверяются элементарно. Вдохните и постарайтесь вообще не выдохать. У вас это выйдет? Нет. Несмотря на огромное напряжение боли, вы изо всех сил стремитесь остановить дыхание. Рано или поздно старшая программа отменит все эти глупости и скажет, ну ладно, поиграл и хватит, а теперь займемся делом. И восстановит нормальный ритм дыхания. Кстати, что такое потеря сознания, как вы думаете? Достаточно агрессиональных крови, крови. Потеря сознания – это очень простая штука. Регуляция внутренних процессов органов, вегетатики, регуляция тех систем, которые обеспечивают нашу жизнь, не имеет прямого выхода на органы человека. Это рефлекторная программа, которая опирается на сигналы от самих органов. Поэтому вегетативная нервная система наивна, как не знаю кто. Вегетативная нервная система верит всему, что говорит сознание. Высшие осознаваемые центры дают информацию об окружающем мире. Вегетатика этому верит и перестраивает свою работу. Ну, допустим, вышли вы отсюда, пошли домой, а по дороге на вас там страшно, и пройдет клюбер на полу. И вы изо всех сил побежали, спасаясь своей жизни. Славное. В данном случае вегетативное центроуправление получили от сознания команду, ну давай изо всех сил всю энергию на мышцы. Можно? Да. Так, в обороне этого является адреналин, поскольку вы не заберете больно. Так. А у кого есть адреналин, кстати? Классно, классно. Сколько времени надо для того, чтобы выделился адреналин? Вот не надо. Вы рассказываете, как-то реально, если вы не заберете адреналин? Было такое рассказе, как все славно. Вопрос. Кстати. Вот возникла какая-то неприятность, проблема. Через сколько, через какое время у вас крови окажется адреналин? 15 секунд. А за 15 секунд что с вами сделают в реликюр? Разделают на колбаску. Так что при возникновении стрессовой ситуации сначала включается, конечно, не гормональное управление. Гормональное управление не может заработать с такой скоростью. Ведь гормональный сигнал с какой скоростью идет по вашему телу? Адреналин – это один из гормонов. Вопрос. С какой скоростью адреналин из надпочечников расходится до органов исполнителя? Думайте. Ответ знают все. Через кровь. Через кровь. Вопрос. С какой скоростью движется гормональный сигнал? Через скорость объявления сердца? От поднебиения сердца. А с какой скоростью? Со скоростью движения крови. Со скоростью движения крови, конечно. А с какой скоростью движется кровь у нас по нашим сосудам? На самом деле по разным сосудам, по разному. Быстрее всего кровь идет по самым крупному нашему сосуду, а ловке. И это всего-навсего 1 метр в секунду. Медленнее всего, кровь идет по самым тонким нашим сосудам, капиллярным. Полмиллиметра в секунду. 1 метр в секунду это достаточно много. Да. В результате, ну не может адреналин молниеносно попасть в органы восполнительных. Он медленный идет. А с какой скоростью идут нервные сигналы по вашим нервам и по путям соединенных ценностей? Наверное. До 100 метров в секунду. На самом деле даже больше, до 110. Мы будем считать до 100 метров в секунду. Итак, когда вы увидели опасность, первым сработает, конечно, нервная регуляция. У нас есть целый, очень сложно устроенный, потрясающе красиво работает. Блок нервной регуляции, который должен сработать при стрессе. Называется такой блок симпатическая часть нервной системы. Симпатика. Соответственно, если у вас обрубилась симпатика, то тело перешло на боевой режим, и вы либо деретесь, либо бежите там, работаете из-за всех сил. При этом, у вас совершенно прав, упадет до нуля ощущение боли. Подействуем симпатические сигналы, изменения в теле очень много. Одним из результатов срабатывания симпатики является активация на почечниках. В ответ на симпатический сигнал на почечнике как раз и выбросят в кровь адреналин. А адреналин действует на все органы тканя ровно так же, как симпатический сигнал. Поэтому, как только у вас, кроме выброшенного адреналин, у вас началась поддержка симпатического режима, можно ли теперь отключать нервную систему, для того, чтобы не мучить ее долговременным выдерживанием однотипной регуляции? Можно и оставим за нервной системой только очень быстрые и очень точные настройки. Фон поддерживается гормонами, а быстрые и точные настройки поведения нервной системой. Вот мы немножечко разобрались с тремя типами мышц. Зачем, скажем, пример. В любом случае не с дыханием, а как раз с мучей спускания. Вопрос. Так, а не цель, зачем мы дышим сознательно? А, что, зачем дышим, есть регулятор сознательного дыхания. Дело в том, что многие режимы нагрузок связаны не с внутренними событиями тела, а с поведением во внешней среде. Ведь регуляция внутренних органов реагирует на то, что внутри тела происходит. А Фредди Крюгера вы увидели внутри вашего тела или на улице? На улице. На улице. Знаете, внешний сигнал должен изменить работу внутренних органов. Сознание должно повлиять на эти функции. Должно. В частности, на углубление и учение дыхания. Менее понятно, как обстоят дела, почему, собственно, двойная, она такая же двойная будет регуляция, на уретральный сфинктер. Уретра, это мучеводящий канал. Там стоят два уречных кольца. Одно кольцо с гладкой мускулатурой, а второе с перечной полосатой. Но зачем их два? И абсолютно так же у анального сфинктера. Два больше. Тоже два кольца. Гладкая, перечной полосатая. Почему одного не хвыли? А смотри, в чем дело. У любого наземного существа будет так обязательно. Если вы сняли регулятор со всеми. Идет зверь, а из него потихонечку, не переставая, копает мочек. Почему это не самое лучшее? Тихо, тихо, тихо. Зверь, павли, да он не охотится, он не способен. Конечно. Он рисует за собой запаховую дорожку. Стоит любому сущнику наткнуться на эту дорожку, куда она гарантированно его приведет. Кобеды. Кобеды. Или косметики. Или кожу на различные древности. Стоп, стоп, стоп. Не только грызуны. Не только грызуны. Поэтому допустить вот это постоянное выделение запаховых метров. Можно или нельзя? Нет. Совершенно нельзя. Поэтому есть сознательный регулятор. Не только у нас, но и у мышцей абсолютно ухерен. Держим, 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 держим. А как? Место, которое мне надо пометить. Граница территории. Что я делаю с эритральными структурами? Расслабляю и сжимаю стенку мучего пузыря. Пожалуйста, вот она, порция метка на границе моей территории. Знак того, что я здесь хозяин. А чья программа старшая? Программа осознанной регуляции или программа рефрикторной регуляции? Значит, чья раньше появилась? Нет. Старшая, это значит, может перекрыть действия второй программы. Регуляция рефрикторная. Рефрикторная структурная. Конечно, рефрикторная. Так же, как с дыханием. Можно терпеть, 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 а конечно, внутри что будет. Рефрикторная программа возьмет вверх. Ну, потому что, как иногда говорят, пусть лопнет совесть, чем мучевой пузырь. Кстати, возвращаю, что такое потеря сознания? А это очень просто. Допустим, человек решил, начитался в дурацких книжках по голотропному дыханию и решил вспомнить свое прошлое рождение. Если дышать голотропным методом, вы осознаете свои прошлые и будущие жизни. Вы вот все осознаете. На самом деле, голотропное дыхание – это осознанное управление вентиляцией легких. В результате участки головного мозга начинают испытывать кислородное голодание. А нейроны – это самые капризные клетки нашего тела. И что делают нейрончики? Им не дают кислорода. Они начинают гибнуть. Они начинают глючить и гибнуть. Вообще-то, такие же эффекты, как и голотропного дыхания, можно получить намного быстрее и проще. Разбежаться и как следует долгнуть бетонную стену. Эффект будет ровно такой же, только вызванный механическим повреждением, а не обменом повреждения. А нейроны, вроде как-то, не заменяются? Конечно, не заменяются. Поэтому все эти шалости имеют необратимый результат. Вот человек так подурачился в юности, а результат-то этот нельзя будет отцепить от себя в течение всей жизни. А теперь какая с тем предусмотрена? Вот человек дурачился, чтобы испытать кайф, или для того, чтобы вспомнить прошлое перерождение свое. Тех наркотиков. А дело в том, что почти все наркотические состояния можно испытывать совершенно без всяких наркотиков. Абсолютно без всяких наркотиков. Дело в том, что эти состояния являются нормальными для революционных процессов нашего тела. Только включаться они должны в строго определенное время, когда они необходимы. Допустим, вот то же самое отключение боли во время стресса. Это один из наркотических эффектов. Хорошо известно, как именно организм это делает. Наш организм умеет полностью отключать боль. Почему это можно делать нельзя? Потому что мы тогда не заметили какое-нибудь ранение. Именно так. А зачем вообще нужно ощущение боли? Это сигнал. Сигнал о местном повреждении. Если вы отключили эти сигналы, то ваше поведение не перестраивается таким образом, чтобы прекратить разрушать тело и начать его наоборот, как танзостоп. Если вы сняли ощущение боли, то приведет к очень быстрому, неизбежному разрушению. Ощущение боли нужно. Но наше тело умеет при необходимости ощущение боли отключать. Когда и зачем это делается? Вот, допустим, идете вот здесь по коридору, и к вам в кроссовок или в сандалия попал камушек. Что вы делаете, даже не задумывается. Когда останавливаетесь, но если это кроссовок, то расшнуровываете, вот здесь, вот здесь и идете дальше. Почему? Ну, больно потому. Чтобы не было больного, вы взяли вот эти шнурки. А теперь вы бежите, а спрейте, курики, и вам в кроссовок попал камушек. Вы говорите, успокоится. Быстро переобуваетесь, одеваете кроссовок обратно, говорите, вы побежали, иди курики. Нет, с уважаемым замком, вы будете проехать, что ваша идея есть? Пока идет серьезная угроза жизни. Имеет ли право организм реагировать на сигналы о мелких повреждениях? Нет, не имеется. Нет, нельзя. Мы жизнь спасаем. Поэтому всякие мелочи на это время для нас несущественны. Вот спасем жизнь, и тогда что будет с ощущением боли? Резко усилится. Организм будет проверять, а где же он умудрился нацеплять мелкие повреждения. Вот пока спасал жизнь. Зачем эта проверка нужна? А для того, чтобы их заштопать. Для того, чтобы восстановить нормальную работу. Так что организм умеет на самом деле очень многое. Но включает эти программы строго в определенное время, когда они необходимы. Ну, а теперь я человек решил побаловаться с этими программами. Допустим, простейший укол изменил ритм от дыхания. И ощущает, начинает использовать там всякие разные ощущения, все чудесно. Как тело отреагирует? А через некоторое время тело выключит дурака. У нас предусмотрена, как в хорошей электронике, система защиты от дурака. Кто является в данном случае дураком? Ваше сознание. Организм очень не любит, когда его убивают. Он, конечно, очень наивный. Но вот умирать он очень не любит. Когда по приказам сознания режимы регуляции выходят на границу, которые начинают уже представлять опасность для существования, что делает организм с сознанием? Включает его. Он просто выключает и все. Как мы это говорим? Как мы описываем словами это состояние? Обморок. Обморок, потерь сознания. А может вам при этом обморок умереть? Если вам во время обморока взяли, открутили голову. Ну да, наверное, вы при этом умеете. А вот обморок у вас пройдет на анабиозы? Нет, конечно. Нет, конечно. Внутренний смертный работает? Анабиозы – это абсолютно другое состояние. Анабиозы часто называют обратимой смертой. В состоянии анабиозы прекращаются все реакции обмена веществ. А в состоянии обморока не только у вас есть обмен веществ на месте, у вас и дыхание на месте, и работа сердца на месте, и работа почек на месте. У вас просто сознание включилось. И все. Почему отключилось? А что вы глупости не наделали? За то время, пока сознание выжачено, организм наводит порядок. Возвращает ритм дыхания к средней норме, выбрасывает из организма лишний углекислый газ, который по вине сознания накопился, восстанавливает баланс pH и так далее. Все установил, все привел к норме. Теперь что можно делать с сознанием? Ну, давай, это же снять. Теперь можно включать. А если опять будешь шалить, то тебя опять выключат. То есть здесь все строго, сильно не запалывается. Спасибо. Спасибо.